Информационный портал Правометру продолжает видеоконференции, посвященный актуальным вопросам медико-юридической составляющей здравоохранения. Традиционно представляю участников видеоконференции с восточной части страны на запад. Иван Давальченко, руководитель юридической службы бюджетного учреждения здравоохранения Омской области, родильный дом номер 2. Иван, приветствую вас! Здравствуйте, Алексей Валентинович! Здравствуйте, коллеги! Город Ярославль представлен врачом-неврологом, руководителем общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом ГЕФЕСТ. Игорь Степанов. Игорь, рад вас видеть и слышать. Добрый день, уважаемые коллеги! Взаимно рад всех видеть. Столица Родины, Москва, представлена нашим завсегдатаевым, завсегдатаевым Иваном Печереем. Он работает на кафедре медицинской экспертизы судебной медицины и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Иван, приветствую вас! Добрый день, коллеги! И северная столица представлена Дмитрием Гагановым. Он старший юрисконсульт ООО Юрбюро. Еще раз говорю, город Санкт-Петербург. Дмитрий, приветствую вас! Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, коллеги! Сегодня, увы, прекрасной половины человечества у нас нет. Работаем чисто мужским коллективом. Традиционно на правах модератора, обращая ваше внимание на тему видеоконференции, те правовые нормы, те правоотношения, которые ее регулируют. А тема у нас сегодня, как всегда, считаю интересная. Меня плохо лечили или же я, как пациент, плохо лечился. В чем проблема? Обратите внимание на слайд. Основанием, поводом для этой видеоконференции была та информация, которую я нашел в интернете. Я позволю себе ее озвучить. С точки зрения врача, он изложил на своей страничке, хороший врач в представлении больного, тот, кто внимательно слушает жалобы, ставит моментально диагноз, согласается, что больны, винового в болезни нет, назначает недорогие рекордства, быстро улечивает, при этом не требует какой-либо работы пациента над собой. И на этой же страничке приводятся данные этой медицинской организации. Видимо, она занимается сердечно-сосудистыми заболеваниями. Под наблюдением 3000 больных из них 65% имеют избыточный вес. И только 11 человек из этих 65%, это 1950 пациентов, выполнили рекомендации по снижению веса. Давайте освежим памятью нормы 323-го федерального закона. Здоровье – это, прежде всего, наше с вами благополучие, при котором нет заболеваний, расстройств органов и систем организма. Лечение представляет собой медицинские вмешательства, задача которых – восстановить наше благополучие, наше здоровье, если возникли какие-то проблемы с ним. А медицинские вмешательства – есть некие действия, манипуляции, которые, в общем-то, затрагивают наше физическое или психическое благополучие и направлены на восстановление тех негативных изменений, которые имеются в здоровье. Вы знаете, что в 323-м федеральном законе полно правовых норм о правах граждан. Но есть и обязанности. 27-я статья. Краткая. 2, 4, 5, 6 слов. Граждане обязаны заботить о сохранении своего здоровья. И мы с вами знаем, что когда оказываются платные медицинские услуги, 1006-е постановление требует, перед тем, как вступить в договорные отношения, медицинская организация должна увядомить пациента, что невыполнение рекомендаций, указаний может повлечь неблагоприятные последствия для гражданина. Напомню еще нормы Гражданского кодекса. В каких случаях идет освобождение от гражданской правовой ответственности? В тех случаях, если имеет место причинение вреда, но причинитель вреда освобождается при обстоятельствах непредалимой силы, вспомним небесное тело на Челябинском, либо если сам гражданин нарушает правила пользования результатом услуги, тех рекомендаций, которые были даны. Мы с вами знаем, что содержание, взаимодействие врача и пациента отражается в медицинской документации. Приказ 834-Н, который недавний утвердил определенные формы медицинской документации, в том числе медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, содержит определенные графы. Посмотрите на слайд. В рамках дневникового наблюдения, в динамике, вот все, что представлено. То есть врач дает назначение, рекомендации, но в общем-то нет графы, а как они выполняются. И если дело доходит до судебного разбирательства, нормы ГПК, краткие. Если что-то утверждаешь, обязан доказать установленным законом порядки, если нет для этого исключений. Поэтому переходим к первому вопросу нашей видеоконференции. Околко соотношение права и обязанности гражданина заботиться о своем здоровье и выполнять врачебные рекомендации. Мы с вами выяснили, что есть обязанность гражданина заботиться о своем здоровье. Итак, Дмитрий, ваше суждение по первому вопросу. Как соотнести обязанность заботиться о здоровье к выполнению врачебных рекомендаций? Уважаемые коллеги, в правовом поле установления такого соотношения нет. Сама статья 27, о которой вы сказали, закона, она декларативная, поскольку не предусмотрена санкция за ее неисполнение. Одну единственную санкцию, которую можно как-то соотнести, я нашел в КАПе, это статья 6.9 употребление наркотических средств в немедицинских показаниях. Что касается обязанности заботиться о своем здоровье, как таковой вес приобретает только в судебном процессе, с чем я и столкнулся, на что уважаемый модератор обратил внимание. Упомяну статью 56. Там это называется «Иные непричинные факторы». Это Невский районный суд. Понятно, что опора судебного решения – это судебно-медицинская экспертиза, но были также исследованы обстоятельства жизни пациента, которому была оказана услуга по массажу, после чего он получил инсульт. У него была аномалия шейных позвонков. И, рассказывая об обстоятельствах, предшествующих данному событию, пациент упомянул о том, что он курит, и у него стрессогенный образ жизни. Он ездит и чинит кассовые аппараты на автомобиле. И вынесено было решение не в пользу пациента. И был введен как раз термин «Иные непричинные факторы, повышающие вероятность развития инсульта». Что касается самого здоровья, я хотел бы сказать, уважаемые коллеги, что статья 151 ГК – это нематериальные блага. И нематериальные блага по доктрине гражданского права – это не право, а право отношения от субъекта вовне. Оно может быть введено в гражданский оборот только через договор оказания медицинских услуг. Соответственно, выполнение врачебных рекомендаций относится к гражданской правовой сути дела, а здоровье относится к нематериальным благам личности. То есть, подытоживая, я хотел бы сказать, что в настоящий момент, с правовой точки зрения, не отрегулировано соотношение обязанностей заботиться о своем здоровье и выполнение врачебных рекомендаций. Еще хотел бы обратить внимание, что закон о защите прав потребителей, он изначально нацелен на защиту более слабой страны. Но при этом мы говорим о партнерской медицине. Раз есть обязанности заботиться о своем здоровье, так называемая партнерская модель, которая пришла на смену патерналистской модели. Тут противоречие, потому что на договоры о показании медицинских услуг распространяется закон о защите прав потребителей, где нет партнерской модели. Уважаемые коллеги, я закончил по первому вопросу. Дмитрий, спасибо за суждение. Иван, продолжайте. В течение предыдущего докладчика я бы отметил следующее. Но действительно, первое, на что стоит обратить внимание, статья 27 действительно декларативная и действительно не предусматривает какую-либо ответственность. Это безусловно. Причем даже в самой норме закона не говорится о том, что за нарушение предусматривает какая-либо ответственность. Это действительно важно. То есть, соответственно, нельзя говорить ни административной, ни гражданской правовой, ни уголовной ответственности за данные правонарушения сторонных пациентов. Другой момент связан с тем, что действительно, опять же, как предыдущий докладчик верно отметил, закон о защите прав потребителей защищает действительно слабейшего. Но если мы возьмем вообще саму структуру законодательства о здравоохранении, мы увидим, что сфера здравоохранения она сама по себе. Из-за сферы здравоохранения она заточена под пациента. И, безусловно, у пациента гораздо больше прав, чем у медицинских работников. Но при этом данная статья одна из немногих, которая устанавливает обязанность пациента, определенную. И вот это очень важный момент. Соответственно, для того, чтобы говорить о правильности и верности лечения, о нерказании медицинской помощи надлежащего качества, нужно, безусловно, принимать во внимание то, как пациент сам получает лечение и как он самостоятельно влияет на процесс самого лечения. Потому что это известный факт. От того, как пациент будет хотеть или не хотеть излечиться, то, соответственно, и процесс выздоровления либо ускорится, либо замерится по времени. А говорить о соотношении, оно действительно не установлено. Но для меня очень важный, и я вижу этот наиболее важный момент, в том, что у нас действительно впервые, по-моему, действительно новелла была в 2011 году, как законодатель дал понять, что у всех субъектов правоотношений, не только, как бы, да, у внескроводников, но и у пациентов есть ответственность в данной области. Вот. И поэтому здесь действительно это очень важно. Когда пациент будет нести какое-то ответственное свое здоровье и за выполнение врачебных рекомендаций. Действительно, как бы, в судебных процессах этот аргумент очень часто всплывает, но исходы, к сожалению, бывают разные. Например, мне доводилось быть свидетелем одного судебного процесса, когда судья не принял бы внимания то, что пациент фактически не выполнял назначение врача, которые даны были ему, правда, по телефону, не были внесены записи в историю болезни, что, в общем-то говоря, и послужило основой экстрактного заключения, не в пользу, соответственно, медицинской организации. Но, тем не менее, это все равно, на мой взгляд, очень важный момент встановленной законодательстве. Благодарю, Иван. Игорь, что хотели бы дополнить? Тут, я думаю, есть некое соотношение между свободой воли гражданина, которая, безусловно, присутствует и закреплена, и теми ограничениями, которые эта свобода воли может быть, по сути дела, ограничена. Ограничена она, может быть, некими обязанностями, которые мы видим в других регламентирующих документах, в частности, в законах, в федеральных законах. Один из таких законов является закон об охране здоровья, именно о чем мы говорили, это обязанность заботы о своем здоровье. По сути дела, это есть ограничение свободы воли пациента. Он может заботиться и не заботиться. Следовательно, поскольку ответственность за нарушение данной обязанности прямо не предусмотрена законом, естественно, всю ответственность за соблюдение этой обязанности или несоблюдение ее лежит на самом пациенте. То есть, это его свободный выбор. Дальше возникает вопрос. Если это его свободный выбор, то какую ответственность он может за это нести? естественно, он несет ответственности перед самим собой за свое здоровье. Но при этом, так сказать, вот эти проблемы, которые возникают у человека вследствие нарушения рекомендаций врача, они сказываются на нем, на его семье и на всем. Но, в принципе, наверное, необходимо установить некие дополнительные нормы ответственности за это. Вообще, соблюдение режима лечения в медицине называется комплайнс или приверженность к терапии. Ее очень сложно просмотреть и отрегулировать на амбулаторном приеме. Если в стационаре все делает медсестра по назначению врача, то амбулаторно практически это сделать очень сложно. Существуют различные методы, которые, опять же, так сказать, вот даже западные коллеги наши отмечают, что комплайнс на самом деле при проведении любой терапии он не всегда бывает достаточно высок. Следовательно, оценка результатов лечения она должна исходить в том числе из соблюдения пациентом комплайнса. И разрабатываются системы, допустим, проверка, делает ли человек уколы, следы от уколов, баночки, допустим, которые можно посмотреть, сколько там осталось препаратов, а нельзя положить туда обратно таблетку. Такие методы и способы тоже применяются. В конце концов можно посмотреть концентрацию препарата в крови, то есть, если препарат принимается, то там определяется некая концентрация. Но опять же, это методы контроля над лечением, которые, в общем-то, не общеприняты, но, в принципе, если они бы были применены и законодательно закреплены, то врач бы имел доказательства, то, что пациент в случае, так сказать, предъявления жалобы по гражданскому правовому иску, он имел бы доказательства именно нарушений со стороны пациента, а не нарушений... Игорь, мы уже фактически переходим ко второму вопросу. Да, вот, в общем, все, что в этом плане я хотел сказать. Иван, убедили ли вас предыдущие выступающие, что бы вы хотели дополнить? Действительно, практически во всех суждениях я согласен. Но есть некоторые моменты. Я бы дополнил, что наличие статьи 27 в правовом поле охранительного закона, непосредственно связанного со здоровьем, прежде всего, наверное, действительно соблюсти баланс прав сторон. В одном случае сторона является медицинской организации, то есть та сторона, которая оказывает услуги, а вторая сторона, которая непосредственно эти услуги получает. И правильно было сказано, что, по сути, заявив об обязанности пациента заботиться о своем здоровье, никаких других конкретных действий на законодательном уровне не урегулировано. То есть, как мне видится, в целом, такая позиция, такое положение дел в федеральном законе регулирующем эти процессы, заключается в том, что отсутствие данной статьи, наверное, сразу бы указывало на любые действия со стороны пациента, которые заблаговременно можно было предопределить как виновные действия со стороны медицинской организации, которая оказывает услуги. Поэтому я считаю, что вопросы, связанные с тем, что пациент должен заботиться о своем здоровье, наверное, больше все-таки находится на совести пациента. Но, тем не менее, как было сказано изначально первым выступающим, те моменты, которые прямо не урегулированы текущим законодательством, они разрешаются путем разрешения спора в судебном порядке. И, как факт заявления о практике, я думаю, что это действительно действенный момент, который позволит в каких-то конкретных случаях отстоять право медицинской организации об освобождении от ответственности. Об этом говорить Иван во втором вопросе. Коллеги, беру слово. Согласитесь, было бы странно, если бы в 323-м федеральном законе об охране здоровья граждан были везде права, 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 права пациентам. Надо же было внести, что и гражданин что-то должен делать, заботиться о своем материальном благе, о здоровье и таким образом обязать его предпринимать определенные действия, заботиться о своем здоровье. И сие было сделано. Мы с вами в этой жизни действуем своей волей и своем интересе. Есть инфекционные заболевания, от которых никуда не денешься, если ты подхватил этот инфекционный агент, правильно? А есть остальные виды так называемые неинфекционные заболевания, которые возникают несколько по иным причинам. Поэтому здесь, коллеги, тоже вас поддерживаю, обладатель здоровья сам принимает решение следовать рекомендациям врача или нет. Но он же за это и несет ответственность. В том числе в рамках возможных процедур, если возникают какие-то споры между оказывающим медицинскую помощь и получающим ее. Есть какие-то дополнения по первому вопросу? Я хотел бы дополнить. Питрий, пожалуйста. Уважаемые коллеги, хотел бы обратить внимание на некоторую апицис юрис тонкость. В рамках договора у нас возникает обязательственные правоотношения. А вот что касается здоровья как нематериального блага, это скорее относится к иной группе так называемых прав контроломности или абсолютных прав. И здесь некая коллизия, которая, как мне кажется, разрешается именно через конструкции доказательственного права в судебном порядке. Как раз то, о чем сказал уважаемый коллега с точки зрения гражданской правовой доктрины в применении. Ну вот на что хотел бы обратить внимание. Позвольте еще ремарку. Невыполнение обязанности заботиться о своем здоровье, но посягает не только на свое здоровье, на здоровье обладателя, но и на общественные интересы, потому что общественные фонды тратятся несколько в ином направлении. сложная проблема, и насколько я знаю, по-моему, все-таки какая-то программа стимулирования к заботе о своем здоровье со стороны государства готовится. По-моему, даже опубликован ее проект. Может быть, мы с вами обсудим. Итак, теперь второй вопрос, вытекающий из первого. Вот это соотношение права и обязанности заботиться о здоровье, как мы с вами уже совместно выяснили, по сути, имеет отношение, если возникают какие-то споры между теми, кто лечил и кто получал медицинскую помощь. А именно, второй вопрос. Доказывание обстоятельств. Пациент плохо лечился. Если предъявлен иск о причинении вреда здоровью, либо связанным с невыполнением договорных обязательств в рамках платных медицинских услуг, как подобное может, должно быть доказано в рамках норм процессуального права. Итак, Игорь, слушаем вашу точку зрения. Как доказывается? На мой взгляд, это достаточно сложное доказательство будет. Почему? Потому что медицинская организация должна представить доказательства о том, что пациент не выполнял рекомендации врача. Как это можно сделать? Если, так сказать, пациент принимает дома препараты, на чем мы можем основывать эти доказательства? Как я уже говорил, возможно, конечно, проведение неких процедур, именно отслеживать места инъекций, чтобы он сдавал пустые шприцы, но опять же, это не будут неоспоримые доказательства. Единственное, что с точки зрения реальной практической медицины, это бы могло и фармакологии, это определение периодической концентрации препарата или в крови, или в моче. В крови, так сказать, он должен сам давать согласие, уже подписывать, в моче, ну тоже, но в принципе это было бы легче. То есть, именно мониторинг за концентрацией, по сути дела, это бы был мониторинг за определение определенных фармакокинетических показателей, что концентрация достигает терапевтических значений, и человек получает лечение, а второй аспект, это доказательство того, что человек лечится. Другие варианты, это отслеживание эффектов от препарата. То есть, если эффекты есть, значит, скорее всего, с большей долей вероятности, этот препарат человек получает, если это, конечно, не контрафакт, не какой-то, так сказать, или не фальсификат лекарства, и если все-таки эффект отслеживается, значит, препарат получает. Эффекта нету, значит, нужно думать, что это или препарат плохой, или человек не получает лечение. Следовательно, в процессе наблюдения за лечением пациент должен, это должно быть достаточно регламентировано, должен с определенной частотой приходить, и при этом должно быть отслеживаться результаты данной терапии. Если что-то не так, то нужно думать о смене терапии, или думать о том, что человек не получает или не соблюдает препараты, не соблюдает рекомендации врача. Вот это, на мой взгляд. Ну, конечно, можно сослаться на показатели свидетелей, там, родственники, но родственники всегда будут, и друзья, так сказать, которые живут вместе с пациентом, они, скорее всего, всегда будут на стороне пациента. Благодарю, Игорь, Иван, что бы вы хотели дополнить. Иван, давайте. В принципе, я бы позицию рассматривал немного иначе. Как факт возникновения отношений, то есть, которые должны быть урегулированы правовым полем. То есть, приходит пациент, соответственно, получает должную помощь от врача. То есть, в процессе отношений каждая из сторон приобретает права и обязанности. Мне так видится, что если речь идет о спорном вопросе, кто все-таки виноват, больше врач или больше пациент, здесь однозначно нужно понимать, что врач наделяется соответствующими обязанностями выполнять и руководствоваться теми нормативными документами, которые имеют отношение к данной ситуации. То есть, если это терапевт, то, соответственно, терапевт должен смотреть те обстоятельства, которые дают ему возможность правильно установить диагноз, правильно определить лечение. В связи с тем, что рекомендует доктор, соответственно, это как раз и есть реализация тех прав и обязанностей, которые непосредственно отнесены к врачу. Что касается пациента, пациент, здесь та сторона, которая как субъект, который пришел получать квалифицированную помощь, должен согласиться, правильно было сказано, с тем, что он должен руководствоваться рекомендациям врача, должен выполнять все предназначения врача, должен употреблять те лекарственные препараты, которые, соответственно, выписываются по постановке диагноза. Ну и, как правильно было сказано Игорем, существует вероятность тех обстоятельств, которые сложно усмотреть врачу. Это особенности организма пациента, особенность его реакции на те или иные манипуляции, которые будут выполняться доктором. И мне так видится, что действительно, если возникает какой-то конфликт, конфликт интереса в данной ситуации, либо все-таки пациент заявляет о том, что он, соответственно, получил некачественную услугу, либо же, значит, врач в какой-то мере все-таки тоже, мне кажется, имеет право заявить о том, что пациент не выполнял соответствующие рекомендации, поэтому результат в какой-то мере не удовлетворили пациента. То есть данный вопрос, конечно же, как неурегулированный каким-то конкретным нормативным актом подлежит в обязательном порядке рассмотрению разрешению в суде. То есть вот моя позиция вот как бы на этом построена. Благодарю. Что скажет кафедра судебной медицины? Кафедра судебной медицины практикой поделится. По поводу доказания. Забавнейший случай. Вот все время его привожу на лекции, на везде, где выступаю. 12-й год. Только принят закон. Буквально принят в ноябре 2011 года. Вот начало 2012 года. Судебный процесс. Пациент предъявляет претензию на некачественную медицинскую услугу. соответственно адвокат пациента говорит о том, что вот нам был назначен такой-то препарат и вот показывает пожалуйста выкрасить чеки на этот препарат. Соответственно значит представитель медицинской организации задает вопрос. Хорошо, а вот вы показали чек на биопокупку препарата. Но вам же назначили на курс лечения нужно 3. Сделали вы что вы сделали с этим? Пациент говорит а я его не употреблял не пил. адвокат не успел ему просто сказать. Касильский к примеру юрист попросил обратить внимание судей на этот факт чтобы имело место нарушение федерального законодательства пациент соответственно не понял значения врача но честно говоря тогда это не привело к особому эффекту. Просто как эпизод как можно доказать соответственно данный момент. Второе на самом деле что хочу сказать если серьезно то действительно доказывание в данном случае очень-очень-очень затруднено. здесь мне видится на самом деле два таких основных момента но самый первый классический момент который можно использовать подсеместно как доказать что пациент не выполнял значение врача это ну самое распространенное что не делает пациент это не своевременно является на приеме доктора. то есть например если в медицинской документации делается запись о том что пациент должен явиться такого-то числа а пациент не является необходимо это зафиксировать медицинскую документацию и указать на то что пациент в назначенное время не явился ну как вариант второй вид доказательств который как бы я стараюсь использовать в своей практике в рамках заключения договора на оказание партнерных медицинских услуг где возникают обязательства отношения мы просим пациентов скажем так собирать доказательства того что они выполняли наши рекомендации как правило это касается лекарственных препаратов то есть чеки мы ставим такое условие что пациент собственно говоря должен хранить чеки лекарственные препараты чтобы в случае законения конфликта он предъявил доказательство того что рекомендации врача были соблюдены во всех остальных случаях например когда речь идет о таких рекомендациях там да как физиотерапия или какие там там физические процедуры там утренняя гимнастика там да что-то еще наверное доказать уже сложнее но так или иначе способы есть и действительно как уже было сказано предыдущими накладчиками медицинской организации важно доказать именно медицинской организации должна доказать что пациент не выполнил рекомендации вот касательно каких-то исследований по поводу поддержания консервации препарата ну что-то мне кажется это наверное работать не будет потому что достаточно такое сложное исследование которое нужно проводить в рамках отдельной экспертизы и я честно говоря не убежден в том что результат будет как бы оценен верно потому что там могут быть перепады то есть сложно оценить именно какой период принимался препарат или не принимался не так просто на мой взгляд поэтому здесь сейчас и с Игорем немножечко не согласен что это такое уж верное доказательство вообще нужно думать нужно этим работать потому что действительно в рамках гражданского законодательства рамках гражданского кодекса если организация докажет что ответ соответственно что вред причиненный да причинен соответственно из-за нарушения пациентам правил применения да следственноказанных услуг в данном случае наполнение медицинских лимитраций то это основание совражения от ответственности поэтому здесь над этим нужно работать и думать благодарю дополнение у Дмитрия уважаемые коллеги вопрос прежде всего касается процессуального права ну а там где процессуальное право там оценка относимости допустимости доказательств в определенном порядке и судейское усмотрение которое очень часто именно по данному вопросу является решающим судейская дискреция по другому говоря общий порядок следующий если не выявлена причинно-следственная связь ну на основании либо конституционного заключения специалиста либо судебная экспертиза либо иные методы которые были потом оценены как относимые допустимые доказательства то тогда и судья исследует иные факторы ну и вот уже в этом поле как раз идет и доказывание того обстоятельства что пациент плохо лечился поскольку у нас прежде всего должна быть доказана либо опровергнута существенная косвенная связь либо косвенная связь либо прямая причинно-следственная связь между действием медицинской организации как ответчика и наступившими последствиями то если она не доказана у нас остаются последствия вот мы последствия значит описали и дальше получается что сторона ответчика в данном случае должна доказать связь вот между этими последствиями и волеизъявлением именно с гражданской правовой точки зрения как сказал уважаемый коллега как цивилист и волеизъявлением истца ну только после этого это можно уже говорить об оценке уже с процессуальной точки зрения хотел бы заметить что здесь возникает соотношение между судейским усмотрением и врачебным усмотрением которое тоже оценивается с правовой точки зрения тоже имеет процессуальное значение потому что нельзя полностью описать действия которые предпринял сотрудник медицинской организации через нормативы стандарты и правила хотел бы обратить внимание но как раз доказательственное право как или судейское право как иногда его называют позволяет нам оставаясь в рамках формальной логики все-таки исследовать обстоятельства в их полноте и учесть ну а здесь очень большое значение имеет конечно работа юрисконсульта медицинской организации как он свою правовую позицию предъявит суду именно с процессуальной точки зрения но один из способов с чем я столкнулся как один из уважаемых коллег сказал это смотрят приходил ли на прием истец у меня там был спор с роддомами и там оценивали приходил ли в женскую консультацию женщина периодичность ну и соответственно при приходе ее расспрашивали выполняла ли она то-то и то-то принимала ли лекарства то есть такая поступенчатость получается здесь как раз учет и индивидуальных особенностей тоже истца которые ну имеют значение когда дело доходит до суда я закончил уважаемые коллеги благодарю Дмитрий Игорь я тоже имею право на точку зрения я с Дмитрием буду несколько не согласен в плане того что он отдает приоритет юридической службе медицинской организации а я все-таки отдаю приоритет врачам медицинским работникам почему машины времени нет вернуться обратно невозможно объектом исследования в суде как письменное доказательство либо объект экспертного исследования в рамках заключения судебно-медицинской экспертизы является медицинская документация если медицинской карте амбулаторного больного во-первых есть рекомендации и они изложены хорошим почерком понятным что даже судье с первого раза все ясно что какие рекомендации назначения были даны пациенту это уже благо если этого нет это какие-то там закорючки непонятные возникает сразу в голове у судьи не представляется вопрос отдавали ли назначения и во-вторых не зря я давал ссылку на 834 Н приказ что мешает медицинскому работнику давать свою точку зрения о выполнении либо не выполнении тех назначений тех рекомендаций которые он давал в том числе ну уж позвольте еще раз продублирую то что вы говорили нет явки пациента не откладывать это на непонятно какой момент а сразу фиксировать что написано на бумаге имеет отношение к доказательствам в рамках судебного процесса а доказательства вы знаете свидетельские показания письменные доказательства заключения эксперта круг средств доказывания достаточно узок если не будет надлежащей медицинской документации все остальное на мой взгляд это пшик невозможно будет доказать позицию медицинской организации с точки зрения норм освобождающей от ответственности Игорь что-то хотел дополнить да я хотел немножко подчеркнуть что априори нам надо считать что если врач принял все меры по должному выполнению обязательств а в частности проводил лечение в соответствии с нормативными документами порядками оказания стандартами оказания помощи клиническими рекомендациями исходя из этого все это отражено медицинской документации следовательно он принял все меры к надлежащему исполнению своих обязательств вот это основное так сказать фактор который должен оцениваться мы также считаем будем априори что пациент со своей стороны имеет обязанность выполнения этих рекомендаций и их выполняет следовательно с точки зрения пациента когда он подает подает иск по данному поводу получается то что наши нормативные документы то что делал врач оно неправильно но суд когда будет анализировать медицинскую документацию действия врача в соответствии с порядками оказания помощи стандартами и медицинскими рекомендациями он делал это все правильно то есть правильно с точки зрения нормативного регулирования следовательно следовательно иск который предъявляет пациент в этом плане так сказать он будет недостаточно так сказать Игорь спасибо хотел бы добавить еще уважаемые коллеги очень коротко пленум 25 о применении первой части добросовестность участника гражданского правоотношения обратил внимание мне кажется это имеет значение уважаемые коллеги присоединиться к предыдущему докладчику с юридической стороны хотел бы и второй у нас появились новые статьи в гражданском кодексе 308 прим альтернативное и факультативное обязательство еще не видел практики но мне кажется очень интересное направление здесь связь клиническим мышлением и поведением врача потому что обязательство может быть выполнено альтернативное и факультативное другим способом что привело к излечению пациента но практики еще нету то есть сами статьи есть но они применяются к экономическим отношениям между контрагентами но у нас же тоже договор тоже обязательственное правоотношение возникло между пациентом и медицинской организацией вот такое вот интересное мысли уважаемые коллеги оно нам на здоровье коллеги давайте подведем итоги я бы все-таки так несколько радикально предложил бы доработать 320 федеральный закон в части ответственности за нарушение пациентам до нормы сохранения своего здоровья вот и мне бы также казалось кажется что здесь действительно очень большое внимание подлежит судебной практике большое значение будет иметь судебная практика именно как суды будут расценивать факт того что пациент не выполняет реализации врача и насколько это будет являться сильным аргументом дело в том что как мы все с вами красно знаем судья никогда не бывает врачом но всегда бывает пациентам и поэтому расценивать он к сожалению наверное не будет должным образом принимать во внимание данное обстоятельство а это мне кажется основа основ потому что именно из-за того как пациент будет соблюдать рекомендации как пациент будет выполнять все то что назначил врач и зависит в общем-то говоря процесс выздоровления поэтому здесь еще раз говорю мне кажется большое значение будет иметь судебная практика благодарю второй Иван действительно со стороны медицинской организации возлагаются обязанности а у пациента получается есть право вот правильно было сказано что все моменты связанные с оказанием медицинской помощи подлежат фиксации медицинской документации но вот очень такой интересный момент есть врач что добросовестно все впишет а пациент в любой момент может как бы сказать что вот этого не было вот этого не слышал об этом не знаю мне так кажется пробежка существует о том чтобы каждый факт именно беседы врача с пациентом в том числе в связи с оценкой выполнения данных врачом рекомендации все-таки должен как-то дополнительно фиксироваться то есть должно появиться наверное обязательное условие пациент ознакомлен с фактом того что данная услуга на данном этапе оказана именно в этом объеме я думаю это позволит более подробно и прозрачно оценивать положение сторон ясна позиция Игорь на мой взгляд вообще проблема обязательства заботиться о своем здоровье лежит даже не в юридическом аспекте это проблема психологии и пропаганды которая должна воздействовать на сознание человека потому что юридические методы достаточно вот мы посмотрели достаточно сложно решить эту проблему если человек сам не поймет что ему надо заботиться о своем здоровье а это допускается методами в том числе методами пропаганды здорового образа жизни и доведение знания тех норм которые должен соблюдать человек и тех правил с помощью которых он должен жить юридические методами мы этого не добьемся точка зрения предельно ясна Дмитрий уважаемых коллеги хотел бы обратить внимание на два аспекта все-таки от юрисконсульта очень много зависит он не должен сидеть в своем кабинете красивом должен общаться конечно же с врачами должен быть выработан определенный стандарт ведения качественного ведения медицинской документации в том числе и с точки зрения правовых рисков в этом участвуют юрисконсульт медицинской организации частной или бюджетной второе исходя из правового инструментария который сложился хик от нунг то есть здесь и сейчас мне кажется можно поработать по направлению медиации медиацию я тут беру скобку то есть вне судебного порядка урегулирования спора где как раз будет и в том числе и поднят вопрос насколько вы исполняли рекомендации ну вот волеизъявления сторон будет проявлено на судебное доказывание выходить необязательно если будет подписано что называется такое соглашение я их я делал несколько таких соглашений есть некоторый опыт и второе еще понятие медицинской комиссии которая в медицинской организации собирается мне кажется там тоже этот вопрос я думаю что поднимается с этим сталкивался ну больше внимания этому делить какие-то регламенты внутренние документы по поводу проведения этих медицинских комиссий ну и что касается значит самой обязанности но она действительно лежит уже вне правовой плоскости потому что здесь невозможно провести аналогию с дееспособностью либо недееспособностью либо с неполной дееспособностью субъекта данных отношений я закончил уважаемые коллеги благодарю вас понятно ваша точка зрения вернусь гражданскому кодексу добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается если не ошибаюсь это один из принципов гражданского кодекса исходя именно из этого принципа я полагаю что и врач заинтересован в излечении пациента и пациент заинтересован в выполнении врачебных рекомендаций ибо он обращается за тем чтобы через специальные познания медицинского работника добиться положительных изменений в своем состоянии здоровья и задача государства я предполагаю считаю обеспечивать вот этот консенсус в интересах всех сторон и общества если своевременно произошло излечение значит меньше тратятся общественные фонды на дальнейшее оказание медицинской помощи на повторное обращение к врачу госпитализации коллеги благодарю вас за высказанные суждения в том числе с обоснованиями в чем я считаю преимущество наших видеоконференций ну и желаю чтобы в вашей практике моей практике было поменьше ситуаций когда пришлось бы медицинской организации доказывать невыполнение пациентам рекомендации врачебных назначений до свидания до свидания уважаемые коллеги до встречи до свидания всего доброго коллеги с удовольствием информирую что к нам присоединился Игорь Васильев доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Новосибирского государственного медицинского университета Игорь добрый день рад видеть и слышать приветствую аналогично привет всем как вы уже знаете тема нашей конференции связана с правом и с обязанностью пациента выполнять врачебные рекомендации те назначения которые дает врач с учетом того что вы и обладали практикой врача и сейчас работаете на кафедре читаете вопросы связанные с организацией здравоохранения конечно же интересно будет ваша точка зрения по обозначенным вопросам Игорь слушаем ну поставленный вопрос он достаточно интересен изначально сразу хочу сказать о том что я не понимаю каким образом наш уважаемый любимый закон 323 устанавливает обязанность пациента выполнять назначение врача на самом деле на мой взгляд это абсолютный нонсенс потому что законом может быть установлено ограничение права человека только в конституционно значимых целях которые исключительным образом перечислены в статье 55 Конституции Российской Федерации поэтому данная обязанность она на самом деле на мой взгляд носит исключительно декларативный характер особенно вкупе с анализом статьи 20 которая устанавливает право пациента на отказ от лечения поэтому данная законная норма это исключительно декларация с другой стороны мы с вами понимаем что само по себе лечение это субъект субъектной отношения и это вытекает не из закона 323 а по большому счету из гражданского кодекса Российской Федерации который подразумевает что медицинская услуга относится к договору возмездного оказания услуги следовательно в договорные отношения вступают два субъекта к сожалению наша медицина она до сих пор еще не освободилась от той позиции административно-командной когда врач был фактически служителем государства давал обязательные для пациента назначения выполняя фактически ту же функцию что и полицейский в сегодняшнем государстве на сегодняшний день на мой взгляд единственным образом каким можно установить обязанности пациента или обязанности контрагента договора услуги это непосредственные договорные обязательства то что касается всевозможного огромного количества нормативных актов в том числе подзаконных нормативных актов которые урегулируют правоотношения между пациентом и медицинским учреждением они достаточно многочисленны но они не учитывают суд хотя я бы хотел сказать добрые слова в адрес постановления 10.06 которое все-таки указывает что часть условий определяется соглашением сторон так вот на самом деле по большому счету добровольно информированное согласие которое мы в таком вот несколько ну скажем так я бы сказал ну не совсем понятном виде видим статье 20 тем не менее что есть такое добровольно информированное согласие это не какое-то юридическое значит придумка юристов на самом деле обязанность информировать пациента это исконное это изначальное право вернее не право а это изначальная обязанность врача который был установлен современ гиппократ потому что именно тогда было заложено что врач ставил диагноз и информировал об этом своего пациента таким образом на самом деле процесс лечения несмотря на то что и в законе везде подчеркивается что есть некое вмешательство на самом деле это процесс обоюдный и он невозможен без согласованных действий медицинского работника действующего от лица медицинского учреждения и второй стороны пациента ни одно лечение невозможно ну за исключением там каких-то ургентных вариантов когда пациенту просто-напросто что-то там оперируют быстренько и так далее и то исход этого значит лечения он будет зависеть от многих условий в том числе от поведения самого пациента таким образом врач информируя пациента и указывая все те возможные последствия исполнения или неисполнения рекомендаций предлагает пациенту взять на себя обязательства по добросовестному исполнению принятых на себя обязательств их неисполнение фактически может привести к недостижению определенного результата но здесь я наверное не буду распространяться мы с вами понимаем что сама по себе услуга не предполагает заранее определенного результата и результат услуги находится вне пределов договора услуги поэтому при оценке надлежащей исполнения договора услуги медицинской услуги суду следовало бы оценивать не результат услуги а то выполнило ли медицинское учреждение должным образом то есть должной доли заботливости и осмотрительности как подобает доброму заботливому хозяину все те манипуляции все те информирования предупреждения и в том числе предупреждения которые становятся обязательством для больного и значит соответственно в данном случае если это все выполнено правильно то оценивать результат лечения как значит часть данного договора я думаю здесь не имеет смысла хотя в принципе в судебной практике мы с вами понимаем что очень часто именно не удовлетворившись результатами ну скажем так лечения подразумевая что это вмешательство а вмешательство мы понимаем что это все-таки одностороннее действие да значит больной в данном случае вроде как он не субъект но на самом деле суды очень часто идут на то что они говорят вот вам действительно надо доказать что пациент не выполнял медицинские назначения мы сразу фактически переходим ко второму вопросу вашей рекомендации как доказывается невыполнение врачебных рекомендаций стороны медицинской организации ну здесь вопрос следующий вопрос неоднозначный дело в том что существует ряд скажем так вариантов лечения когда это доказать в принципе возможно это во-первых в том случае когда лечение проходит в медицинском учреждении другое дело что здесь очень часто невыполнение неисполнение значит рекомендации или скажем так назначение врача не фиксируется в медицинской документации что по большому является ну скажем легкомысленным поведением самой организации кроме того существует ряд иных моментов ну допустим в той же стоматологии когда говорят два часа не пить красящие там допустим раствора человек берет и выпивает соответственно в данном случае это тоже можно доказать то есть когда есть варианты ну скажем так достаточно определенно доказать что было произведено действие которое и как раз и послужило ну скажем так ну вот мне не люблю это говорить результатом услуги но тем не менее привело к тому что результат услуги не удовлетворяет пациент с другой стороны существуют варианты когда это доказать сложно или второй практически невозможно единственными моментами которые могут оказать помощь в данном случае медицинскому учреждению я бы наверное упомянул такие варианты как врачебная комиссия на самом деле при неудовлетворенности пациентам здесь надо фиксировать в том числе опрашивать собирать анамнез собирать жалобы и в данном случае можно собственно говоря при грамотном грамотной работе получить задокументировать эти моменты которые могут свидетельствовать о невыполнении или ненадлежащем выполнении пациентам своих обязанностях обязанностей в договоре услуги вот пожалуй ну если вкратце потому что технологии есть еще скажем так другие ну ну а если сказать вообще очень коротко то уважаемые доктора пишите все надо все записывать и желательно это дело подкрепляет росписью пациента тогда будет меньше проблем при доказанной своей позиции в суде а я продолжу уважаемые пациенты выполняйте рекомендации данные врачом все-таки он союзник в благоприятных изменениях вашего пошатнувшегося здоровья его специальные познания навыки направлены на ваше нематериальное благо как называет здоровье гражданский кодекс российской федерации Игорь благодарю за зрение ну и конечно вы можете дополнить я хотел бы сказать что на сегодняшний день доверие конечно пациентов к медицинским работникам и к медицинским учреждениям подорвано но в этом смысле конечно не надо бездумно выполнять все рекомендации пожалуйста вы можете иметь второе мнение другой клиники и на самом деле наверное это будет правильно если вы ответственно относитесь к своему здоровью а еще правильнее будет если у вас будет постоянный доктор который имеет общую практику который имеет ну скажем так широкое терапевтическое образование и по большому счету лучше всего если он вас знает если он вас ведет и все назначения все рекомендации узких специалистов необходимо согласовывать именно с тем врачом который вас постоянно наблюдает вот пожалуй так а я еще продолжу есть конечно инфекционные заболевания где мы не застрахованы от воздействия инфекционного агента а есть неинфекционные заболевания которые зависят в том числе от нашего образа жизни поэтому чтобы не выполнять врачебных рекомендаций лучше всего своим образом жизни питанием нагрузкой психоэмоциональными факторами не допускать чтобы здоровье пошатнулось Игорь благодарю за выскаженные суждения рад буду вас видеть на наших видеоконференциях как грамотного профессионала Спасибо, Алексей До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова